и всем привет ребят с вами мистер ванька если записываю новый ролик сегодня у нас ролик пойдет о захвате карт сделаем такой небольшой обзорчик по группам вчера у нас поздно вечером уже появились наши сеточки которые будут именно таки на данный турнир всего у нас 24 команды мы имеем 4 группы по 6 команд и сегодня я хотел бы вообще поговорить с вами о данных коллективов какой-то части выделить определенных лидеров своих групп и вообще поговорить что у нас будет кто будет вытягивать по моему мнению кого я вижу вообще в плей-оффе кто достоин кто не достоин но и все в этом духе начнем конечно же с первой группы как по мне самая более сбалансированная группа у нас получилось если не выделять конечно же для для армии которых я бы условно говоря сразу же бы поставил на первое место в данной группе именно таки по моему мнению данный коллектив выйдет с данной группы с первого места также тут кадеты оказались авангарды супремейте какие-то курсы тфорс викторис то есть примерно я могу сказать что у данных коллективов я думаю что равный уровень игры и все будет в конечном итоге зависеть от того количества тренировок и вообще желание выиграть которые есть у данных ребят понятное дело что обязательно с данной группы должны выйти кадеты для армии понятное дело я уже ставлю их на первое место а вот между данными четырьмя коллективами именно таки авангардом супремейси курс тфорс и викторис я думаю что будет определенная борьба и там вообще увидим кто из данных ребят достоин выйти именно таки в плей-офф данного захвата карты все-таки есть ребята которые очень хотят выиграть которые будут стараться как минимум попасть в плей-офф как максимум добиться первого места на определенной карте подформить какие-то кристаллы премиум аккаунты понятно дело что здесь турнир не больше так за какие-то определенные призовые но как вообще в принципе подготовка к более масштабным и интересным турнирам да и вообще в принципе для меня данный турнир определенно какой-то старо новый я бы даже так сказал и будет интересно вообще посмотреть насколько хорошо подготовились ребята к данному турниру и даже сейчас уже плавно переходя к ко второй группе я могу сказать что есть команды которым я ну явно не не посочувствую явно не хотел бы оказаться на их месте но есть огромные наверно проблему ветеран galaxy которые попали в самую такую жаркую аппетитную группу и как по мне если бы они бы попали бы условно говоря в первую вместо любого того коллектива будь то авангард будь то все те четыре клана которых я говорил которые будет именно таки бороться между собой за выход у них были бы шансы там но в данной группе во второй здесь у них явно будет определенные проблемы потому что у нас здесь имеется дятлы и тернити к найтс рейнбов даже те ребята которые в принципе в какой-то степени умеют играть на рельсе здесь могут завязнуть в провале своем и не выйти из данной группы ну и конечно же альянс клан наверное самый такой более известный из игроков которые уже давно играли сейчас он занимает первое место в третьей лиге до начала более масштабных турниров поэтому здесь очевидно наверное для меня выйдет альянс условно говоря с какого-нибудь второго третьего места к найтс из четвертого eternity либо дятлы с первого со второго не буду этот ванговать что будет для кого-то что-то простым все же есть у каждого коллектива своя карта свой формат но я имею ввиду даже не карта именно таки формат который они могут выбрать и здесь есть у определенных коллективов свои преимущества выбирая например условный light против команды которая состоит из игроков второй линейки они будут явно в плюсе поэтому могут забирать например одну своего свою определенную половину то есть половина своих хозяевских матчей и тем самым обеспечивая себе очки за выход именно такие из данной группы поэтому тяжело ребятам будет во второй группе посмотрим вообще к чему они готовы к чему даже вот мне интересно готовы альянсы те же к найтс и интересно было бы посмотреть на их игру именно таки на второй линейке они на хоре рельсы что могут ребята уже совсем скоро я думаю что мы все это вместе с вами увидим плавно переходя к третьей группе могу сказать то что здесь тоже не менее такая интересно интересная такая группа и если некстов и пингвинов можно сразу выделить и сказав что данные два коллектива скорее всего выйдут из группы ну и здесь я наверное еще бы не побоялся бы сказать что кулдауны скорее всего также выйдут из группы но я не знаю что тут должно произойти чтобы команда половина наверное который состояла уже и в кланах первой лиги и у ребят есть определенного рода опыт не выйдут из группы но это будет наверное чем-то удивительным наверное для меня если у них что-то не получится ну и есть три коллектива которые менее известны в какой-то степени легион элит дивизион и хаосы но все же я все равно бы отдал бы свое предпочтение легиону на четвертое место я думаю что что у элит дивизиона что у хаоса не хватит какого-то в каком-то роде именно таки опыта что-то у ребят может не получиться и легион с двумя игроками из бывших вавилонов я думаю что смогут что-то навязать показать ну и конечно же здесь будет тоже играть большую роль то подготовка это желание выиграть которое есть у ребят если они замотивированы если они хотят выигрывать если они играют если они тренятся они соответственно и смогут выйти из данной группы если же там ребята не в форме мягко говоря потому что я не знаю в какой форме сейчас ребята подходят я не следил за данными коллективами я не знаю на что они способны прямо таки сейчас потому что этот турнир по трем форматам это там не какой-то определенный light это не какой-то определенный то в по харду либо медиум это турнир в который ну такой более быстрый турнир который вносит в себя три формата поэтому здесь у каких-то ребят может получаться что-то больше у каких-то меньше поэтому все зависит от того насколько они вообще уделяют время тренировкам и подготовке к данному турниру если у легионов все хорошо то я думаю что спокойно они замкнут эту четверку и тем самым нексты пингвины кулдаун и легион выйдут из группы бороться уже в плей-оффе за какую-то определенную карту что за касаемо 4 группы то я бы сказал бы так что сильвером с пингвинами ось извиняюсь не с пингвинами а с перцами очень таки повезло это как по мне наверное одна из самых простых групп здесь явных два фаворита имеется я думаю что у них особо никаких проблем в данной сетке не будет они спокойно выйдут из нее что сильверы что перцы это явные здесь фавориты insane players данная команда для меня вообще неизвестные я бы ее поставил в аутсайдеры которые не смогут ничего сделать в данном турнирчики также я бы сказал что elite squad тоже как-то по именам и по никам как-то вообще ну в принципе выглядит очень тускло и вяло я не знаю что ребята смогут показать но явно мне кажется что они не смогут выйти но что касаемо on stop a ball и just пейсинг там более такие менее ребятки имеются если говорить про on stop a ball то это сейчас главой данного коллектива является именно таки сотников ваня наверное там у ребят имеется какого-то рода определенная мотивация сотников решил доказать киберспорту то что старые судьи еще что-то умеют и возможно таки у него все в этом плане должно здесь получиться я не могу вообще себе представить что игрок с опытом вроде с даже не таким плохим нормальным составом как по мне не сможет выйти из такой простецкой группы поэтому сильвер и перцы спокойно можно так сказать шикуют простенько выходят из группы но ребятам из unstoppable и just pacing уже немножко придется как по мнению попотеть возможно в какой-то степени я где-то по командам ошибаюсь может быть кто-то лучше подготовлен но и именно так вижу я для себя вот эти вот четверки которые смогут выйти у нас из данной группы мы начинаем уже определенный я думаю цикл роликов кто по которым вообще мы будем смотреть всякие разные обзорчики я думаю что как бы и стримы будут у нас по захвату карты будем что-то смотреть что-то обсуждать это турнир который меня явно уже начинает интересовать есть определенные форматы которые мне хочется покомментировать команды какие-то по обозревать поэтому будем уже углубляться в этот турнирчик побольше дальше уже больше и я бы хотел бы спросить у вас вообще кто по вашему мнению является лидером вообще в своих группах возможно у вас есть какой-то свой приоритет если вы хотите то обязательно отпишите по этому поводу в комментарии мне бы интересно было бы посмотреть кого вы считаете вообще лидером своих групп и кого вы видите вообще потенциальными на плей-офф которые смогут побороться именно таки за первые места в своих картах потому что каждый выберет по одной карте именно таки четыре карты у нас будет по четыре команды на одной карте будет бороться и кто-то у нас станет обладателем и захвать захватит определенную карту вот такой вот ролик у нас сегодня получился если он вам понравился то обязательно не забывайте ставить лайк подписываться на канал чтобы не пропускать новые ролики ну а с вами был мистер ванька всем спасибо тренируйтесь начинаем захват карты давайте удачи пока а а а